Выходила на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Эту песню сегодня знают во всем мире. Она стала одним из символов войны, которая разделила жизнь советского народа на до и после. Именно он одержал победу в Великой Отечественной войне. Но прежде чем над Рейхстагом взвилась знамя, было отступление до Москвы, Ржевская мясорубка, битва за каждый дом и клочок земли в Сталинграде. Помимо противника, врагами советского солдата были холод, нехватка продовольствия и боеприпасов. Все это в той или иной степени легло на плечи тех, чьи портреты несли участники шествия бессмертного полка. Так жители города-курорта приветствовали ветеранов. Они возглавляли колонну. Глава города-курорта Юрий Поляков ведет с портретом деда Ивана Петровича Булгакова. Война для него началась с первых дней на границе. Перенеся все ее тяготы, он встретил победу в поверженной Германии. Уходил рядовым пехотинцам, пришел к капитанам. Сидя на лавочке в деревне, у меня все там рассказывал, как они не мылись, как воевали, как мерзли, как голодали. Я тогда как бы не особо воспринял это все. Сейчас-то я понимаю уже с годами, как это было тяжело в окопах, месяцами, в грязи, без бани, полуголодные все. Но это же история не только одного человека, это история всего нашего народа, поэтому мы и победили. И это видно даже по тому празднику, который сегодня проходит в Анапе, сколько людей вышло на улицы, как это приятно. Мы поистине понимаем, что это наш всенародный праздник. Всего в шествии бессмертного полка в Анапе приняли участие свыше 12 тысяч человек. Чеботарь Юрий – это мой отец. Он был флагманским стрелком-радистом. Отец Татьяны Куликовой был стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике. В училище попал со школьной скамьи. Вторым днем рождения всю жизнь считал день, когда удалось покинуть подбитую машину над Польшей, дотянув до своих позиций. Пулеметная турель – первейшая цель для вражеских истребителей. Бронирования нет, самолетом управляет пилот, ты один на один с противником. Возникала такая мысль, что ну вот и сейчас расстреляют. У них были асы, летчики. И однажды мистер Шмидт, когда подлетел и занял такую точку, в которой никак не могли его обстрелять с пулемета. Вот, тогда отец выстрелил из ракетницы. И он качнулся и попал под обстрел. Так вот спас экипаж. Татьяна Куликова – уроженка Владивостока. Ее сын живет в Сургуте. Также прошел в колонии бессмертного полка с портретом деда. Сегодня это шествие объединяет уже не только города, но и страны. Александр Ребекко, Роман Беркалеев, Руслан Душевский. Анапа. Регион.